Семь выводов из книги «Квантовый воин. Сознание будущего». Логики нет, но вы держитесь. Прежде чем погрузиться в чтение, выдохни, налей водички или чая и пообещай, что не будешь делать преждевременных выводов. Кажется, книга «Квантовый воин». Сознание будущего от Джона Кёха вывернет твое сознание наизнанку. Но спокойно, я уже принял основной удар на себя и выбрал из нее семь крышесносных выводов. Все вокруг нас состоит из энергии. Джон Кёха начал книгу с двух законов. Сразу принять их будет сложновато, но попробуй. Вся Вселенная – это энергия. Без исключений. Даже наши чувства, мысли, убеждения и желания имеют энергетическую основу. Энергия управляет нашим сознанием. Они тесно взаимосвязаны, что подтверждено научными фактами. Звучит странно, да? Как можно в это поверить? Если ты такой же скептик, как и я, то следующий вывод даст тебе моральную пощечину. Поверь, это не больно. Раньше я часто повторял «поверю, когда увижу», но Джон Кёха буквально перевернул мое сознание одной только фразой. Зачем ждать, чтобы поверить? Так можно никогда не дождаться, даже если ты суперскептик. Попробуй поменять убеждения на «увижу, когда поверю». Если не сработает, то останешься при своем, а если все получится, откроешь для себя новые возможности. Попробуй. Держи убеждения под контролем. Вся наша жизнь построена на убеждениях, которые влияют на жизнь. Если ты постоянно говоришь, что тебе не везет, нет денег, сил и так далее, то так оно и будет. Ты сам убеждаешь себя в этом. Цель невозможно достичь, если ей противоречат убеждения. Чтобы их убрать, нужно немного покопаться в голове. Поэтому держи образную лопату и искорени вредные убеждения из своей жизни. Как таблицы умножения, только круче. 5ю 5? 8ю 6? Ответы на эти вопросы впечатывали нам в голову все детство. И мы запомнили их настолько, что способны отвечать, не задумываясь. Автор книги «Квантовый воин» предлагает поступить с новыми убеждениями точно так же. Выделяй в день хотя бы 5 минут на полезные убеждения, чтобы закрепить их в подсознании. Представь, как тебя будет среди ночи, а ты сходу. Я богат. Круто же, когда уверенность в своих желаниях всегда с тобой. Воздействие на прошлое через настоящее. Что ты думаешь об интуиции? Выдумка? Шестое чувство? Голос Бога? А вот автор считает, что интуиция – это подсказки от тебя самого, но из будущего. От того, кто уже давно пережил текущее событие и знает, как в них действовать. Попробуй прямо сейчас вспомнить трудные ситуации из прошлого и с помощью мыслей послать себе правильные подсказки. А если тебе слишком трудно во все это поверить, вернись к выводу 2. Боишься? Пора перекрывать кислород. Джон Кеха сравнивает страхи с огнем, а негативные мысли с кислородом, который его питает. Поэтому перекрывать кислород мы будем страхом, которые питаются нашей энергией. Ведь, думая о том, что пугает, ты сам усиливаешь это влияние. Зачем? Получается, что думай о хорошем – не просто банальная фраза для непонятных ситуаций, а реально практический совет. Подавляя негативные мысли, мы подавляем страх и беспокойство. А значит, можем действовать осмысленно. Будь исследователем. В нашей жизни ничего не делится на хорошее или плохое, на черное или белое. Нельзя относиться ко всему окружающему так критично, но можно стать исследователем. Для этого изучай себя и окружающий мир глубже, тогда поймешь, что все не так однозначно. Это правило поможет тебе в жизни. Например, во время неудачи можно замкнуться в себе, а можно переосмыслить происходящее и сделать правильные выводы, найдя свои слабые стороны и решение проблем. Субтитры создавал DimaTorzok